В Турции началось строительство нового рыболовецкого судна для флота Неницкого округа. Событие для нашего региона без преувеличения знаменательное. Этот международный проект – первый в историю субъекта. Траулер построят по норвежским технологиям, которые конструкторы существенно модернизировали и улучшили. Будущее судно уже получило имя. Его назовут Печора. Современному траулеру предстоит заменить устаревший флот семи колхозов региона. Олег Котанзейский о характеристиках судна с европейским акцентом. Ходить по акватории Печоры, турецко-норвежское судно, конечно же, не будет. Глубина Печоры просто этого не позволит сделать. Базироваться новый траулер будет в водах Баренцева моря, то есть в Мурманской области. Там же будет ловиться рыба, а уже оттуда ее будут доставлять в столицу региона. Кстати, о строительстве нового траулера говорили уже давно, аж с 90-х годов. Но реализовать проект получилось только сейчас. Его сравнивают с немецким Мерседесом бизнес-класса. Яркие, изящные, европейские, ничего лишнего. Каждая деталь и механизм словно сливаются воедино. Впрочем, как и должно быть. Минувшее лето в очередной раз подтвердило. Рыболовецкий флот региона срочно нуждается в модернизации, то есть в новом судне. Старые уже устарели, всего их три, самому молодому 21 год. А проекту, по которому был построен траулер, за 50 ремонтировать бесполезно. Через несколько лет все действующие промысловые суда уйдут на пенсию, и тогда наш регион может вообще остаться без рыболовецкого флота. Флот нужно менять. То есть у нас, в принципе, мы этим флотом сможем максимально работать до 2022 года. В 2022 году у нас все равно, в общем, там подойдут сроки определенные, когда классовые ремонты, то есть и ремонтировать нам просто уже регистры их не продлит. То есть мы в 2022 году просто лишимся флота. Новый траулер заменит все три устаревшие судна. Его технические данные это позволят сделать. Мощность Печоры – 4000 лошадиных сил. Старые уступают почти в четыре раза. Вместимость трюма – 700 тонн продукции. Поэтому та квота, которую выделяет рыбак колхоз Союзу в водах Баренцева моря, в дальнейшем будет освоена на 100%. Стоимость международного проекта примерно 22 миллиона евро. Судно для Ненецкого округа строят на судоверфи Стамбула по норвежскому проекту. На торги помимо Турции выходили Польша, Литва и Россия. Но все они за создание траулера запросили космические суммы. Выбор пал на турецкую компанию «Терсан». Корабелы пообещали. Печора под флагом выйдет в море уже в апреле будущего года. Мы разговаривали с норгами, допустим, которые продали нашим партнерам судно, примерно такое же, допустим, старое судно, чтобы построить новое. И у них примерно одинакового проекта. Мы разговаривали, как оно ведет себя на промости. Ну, он говорит, в общем-то, как бы если норг говорит сказка, допустим, то есть, ну, в принципе, будем надеяться. То есть, это судно уже более мощное. Зарегистрирован траулер будет в Наринмарском порту. Однако увидеть его своими глазами жители региона, к сожалению, не смогут. Базироваться и работать в Печоре предстоит в Мурманской области. Зато пойманная рыба моряками новенького траулера непременно окажется на прилавках магазинов всего Ненецкого округа. Олег Танзейский, Роман Делимарский, Телеканал Север.